Фестиваль стартовал рано утром, когда в центре Захаровской поляны заработали хлебосольные столы аграрьев Одинцовского района. Свои достижения показали производители из всех 16 поселений, как крупные предприятия, так и частные фермерские хозяйства и простые садоводы. Гости праздника могли отведать овощи и фрукты прямо с грядки, например, высокорослую канадскую садовую голубику из деревни Ивановка Одинцовского района. Это чудо-ягода поражает своим необычным размером. Просто правильная агрономия, мы ее не обрабатываем особо ничем, только весной и поздней осенью во время сбора ягод мы ее ничем не поливаем, она экологически чистая, растет в кислом рыжем торфе. Гости праздника могли попробовать себя в рукоделии, кузнечном или гончарном ремесле, в кожевенном деле, сделать деревянные игрушки, в которых играли их далекие предки, научиться плести венки из полевых цветов или играть на старинных народных инструментах. Ну и какие же гуляния без руссконародных песен? Фестиваль стола – одновременно гастрономический, культурный и развлекательный праздник, который уже второй год подряд считается одним из главных событий лета в Одинцовском районе. Мы безумно рады, что наша страна возвращается к истокам, к нашим родным истокам русским, к таким праздникам, где каждый может поделиться тем, что производят. Приятно тут находиться, дышать русским духом, слышать русские песни, русские танцы. Это все замечательно и хочется, чтобы такие фестивали, такие праздники проходили чаще. Гастрономическая программа была организована и на второй площадке фестиваля, на берегу пруда усадьбы Захарова. Туда прибыли со своими угощениями гости из Подмосковья и других регионов России, Сибири, Кавказа, Крыма, а также дружественных стран мира. Те люди, которые сюда приехали, я в восторге. Это получилось. Даже то, что погода начала сначала портиться, но посмотрите сейчас, полное солнце, потому что мы делаем прекрасный праздник для людей. И вот это солнце говорит нам спасибо. И нас благодарит именно Пушкинская поляна. Фестиваль стола стал фирменной визитной карточкой Одинцовского района. Он объединяет людей, почитающих народные традиции. Ведь это и есть основы нашей культуры.